Путин в панике и ярости. Кроме F-16 шведских Грепенов, воздушный флот Украины пополнят французские истребители «Мираж-2000». Луганск в огне. Минимум семь прилетов по военной базе оккупантов. Мигранты все чаще насилуют российских женщин. Шокирующие данные от Следственного комитета Бастрыкина. 7 июня, пятница. Новости сегодня. С вами Федор Шеленко. Поехали. Луганск в огне. Минимум семь прилетов по военной базе оккупантов. Так как она располагалась в центре города, не обошлось без пострадавших. Очередной сюрприз для оккупантов. Франция передаст Украине свои истребители «Мираж-2000» и будет учить украинских пилотов. Франция будет и дальше помогать Украине выстоять в их праведной борьбе с оккупантами. При этом мы не хотим эскалации. Если говорить конкретнее, то мы начинаем новый этап сотрудничества. Мы дадим Украине наши истребители «Мираж-2000» и предложим учить их пилотов. «Мираж-2000» — это многоцелевой французский истребитель четвертого поколения. В конце 20-го, начале 21-го века он был основным боевым самолетом ВВС Франции. С помощью самолета можно запускать дальнобойные ракеты «Скальп» или сбрасывать управляемые авиабомбы «АСМ». Причем Макрон в очередной раз подтвердил, что Франция разрешает бить своим оружием по военным объектам и живой силе оккупантов на их территории. Также президент Франции заявил, что подготовит и полностью укомплектует целую бригаду ВСУ в составе четырех с половиной тысяч бойцов. Тем временем Франция овациями встречает президента Украины Владимира Зеленского. Пока Россия, которая из победителя во Второй мировой сама превратилась в Четвертый рейх, словно скрипит зубами, другие союзники, уничтожившие нацизм, собрались во Франции, где празднует 80-летие высадки союзников Нормандии. Одним из главных участников мероприятия стал внук героя той войны Владимир Зеленский. Одним из самых трогательных и запоминающихся эпизодов стало общение президента Украины с одним из ветеранов. Зеленский поблагодарил ветерана Второй мировой за спасение Европы от Гитлера. Ветеран же не подбирал слов благодарности Украине за спасение Европы от Путина и агрессии РФ. Террористическая федерация продолжает уничтожать гражданские и мирные объекты Украины. В ночь на пятницу оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры крылатыми ракетами и беспилотниками. Большую часть из них удалось сбить, но некоторые все же долетели до целей. В Украине существенная нехватка электрогенерации люди по полдня сидят без света. Акты откровенного терроризма стали для Путина нормой. И он уже явно смирился с ролью нового Усама Бен Ладена. Кстати, прошел ровно год с момента подрыва Каховской ГЭС. Год с момента экологической катастрофы мирового масштаба. Цинического экоцида России против Украины. Десятки погибших и пропавших без вести. Сотни затопленных домов. Обмеление территорий. Уничтожение уникальной украинской экосистемы. Этот ужасный список можно продолжать. Детальнее расскажем в сюжете. Год, как Россия совершила один из самых больших своих терактов – подрыв Каховской ГЭС. Три часа ночи 6 июня 2023 года останется в истории Украины и мира, как черный день, когда погибли десятки людей. Сотни лишились без крыши над головой, а тысячи должны были покинуть родной дом. Высшее руководство Украины назвало теракт экоцидом и геноцидом украинского народа. Заявление МИД Украины о террористическом акте России на Каховской ГЭС. Подрыв дамбы Каховской ГЭС – техногенный и экологический терроризм. Величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия. Очередное проявление геноцида России против украинцев. По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, включающий в частности созыв Украины срочного заседания Совета безопасности ООН и вынесения вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Печенович-Бурич назвала преступным и безрассудным подрыв России Каховской ГЭС. Среднегодовой показатель неполученных доходов от продажи электрической энергии вспомогательных услуг в результате подрыва Каховской ГЭС, за данным Укргидроэнерго, составил приблизительно 140 миллионов долларов. На данный момент компания планирует подать иск против России в арбитражный международный суд на сумму приблизительно 2,5 миллиарда долларов. Следует говорить о том, что восстановление Каховской ГЭС по оценкам специалистов займет уже даже не 5 лет, а 6-7 лет. Это, соответственно, серьезные вложения украинского бюджета и невозможность, скажем так, восстановления в полном объеме всего, всей составляющей украинской энергоструктуры. Восстановить все, что разрушили оккупанты, можно будет только после деоккупации всей территории Херсонской области. Говорите о возможном скором восстановлении Каховской ГЭС, соответственно, возможности украинской экономики в моменте получения электроэнергии и, соответственно, улучшения водоснабжения Херсонской Запорожской областей и использования данного объекта в моменте мелиорации сельскохозяйственных земель, он практически сведен к нулю. Можно говорить, что Каховское водохранилище прекратило свое существование. За год площадь водохранилища сократилась порядка 90-92%, а объем воды до 96%. Единственное, что за счет поводка в мае 2024 года Каховское водохранилище начало частичное восстановление. Но на данный момент следует говорить о том, что это сезонный характер. То есть использование данных земель даже в сельскохозяйственных работах, оно фактически невозможно. Сейчас фактически вся территория Каховского водохранилища находится в так называемой зеленой зоне. Массовое насаждение сводит к минимуму ведения сельского хозяйства на этих территориях. А для восстановления Каховского водохранилища потребуется колоссальное капиталовложение со стороны украинской экономики. Мощная буря превратила улицы Саратова в потоки рек. После ночной бури с мощным проливным дождем улицы затоплены, деревья повалены, а также несколько жилых многоэтажек остались без электричества. Мощная буря превратила улицы Саратова в потоки рек. Похожая ситуация произошла накануне и в Москве. Ливневки откровенно не справляются с потоками воды. И столицу затопило после сильного ливня. Авто и люди буквально плавали в воде. Ну а что тут сделаешь? Это же стихия. Мэр Собянин все равно самый лучший. После бога, конечно же, и Путина. Ну а пока великая, в кавычках, конечно, Россия показывает, как она может справляться с собственными проблемами. Украинские предатели уже мечтают о создании нового федерального округа под названием «Новороссия». У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же, как, в принципе, во всей России. Будет создан федеральный округ, который будет включать в себя новые территории и присоединенные территории, освобожденные от украинского нацизма. Когда президент примет это решение, я не знаю, это сугубо его прерогатива. Тут не Госдума и не Совет Федерации, здесь именно решение президента. Когда он примет это решение, то будет создан федеральный округ и будет создана и должность этого подконкретного человека. Я думаю, что это должно быть в ближайшее время. Предатель Балицкий ждет от царя решительных действий по созданию нового округа. А вот о создании на оккупированных территориях нормальных условий жизни для людей никто даже не мечтает. Там, особенно в Луганской области, некому учить детей и лечить людей. Катастрофически не хватает врачей и учителей. Окупанты заявили, что почти нашли выход из ситуации и готовы сделать специалистам предложение, от которого невозможно отказаться. Какую именно конфетку, в кавычках, предлагают захватчики и коллаборанты, заманивая людей в ловушку детали в сюжете. На временно оккупированной территории Луганской области наблюдается острый дефицит учителей и врачей. Для того, чтобы, скажем так, мотивировать переезжать на временно оккупированные территории с разных уголков Российской Федерации, конечно же, нужно дать денег. Российские власти, конечно же, заявили, что нашли выход из положения и готовы сделать специальное предложение всем желающим работать в этих сферах. Что же это за предложение, сегодня расскажем. Во временно оккупированных Лисичанский, Северодонецкий и Рубежным с начала войны было разрушено почти все школы и больницы. А современное оборудование и техника, разворованная из оккупационных городов, было вывезено в РФ или щедро подарено учреждением так называемого ЛНР. Также из-за этого наблюдается острый дефицит кадров, потому власти РФ решили ввести программу «Земский учитель и земский врач». Земский врач и земский учитель в исполнении оккупантов – это просто такая замануха, извините за сленг, потому что действительно на оккупированных территориях, во-первых, для них учителя и доктора являются, конечно же, носителями русского мира, поэтому это чрезвычайно важные социальные позиции, а с другой стороны, их просто нет. Чтобы для так называемых учителей и врачей из российского бюджета могли официально выделяться деньги, было принято решение создать программу «Земского учителя и врача». Для того, чтобы, скажем так, мотивировать переезжать на временно оккупированные территории с разных уголков Российской Федерации, конечно же, нужно дать денег. Чтобы дать денег с бюджета Российской Федерации и, собственно говоря, стартовала такая программа. Специалистам, которые согласятся отработать в прифронтовых городах на полной ставке не менее пяти лет, обещают компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Потому что просто усилиями оккупационных властей мы же прекрасно понимаем, кого-то на временно оккупированную территорию, тем более учителей и докторов, не заманишь. То есть нужны серьезные сигнования с бюджетом. 4 июня оккупационные власти приняли постановление об единовременных компенсационных выплатах по программе «Земский учитель». Условиями предоставления выплат являются возраст до 55 лет, наличие среднего, профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, трудоустройство в общеобразовательной школе на вакантную должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы, обязательство отработать в течение пяти лет по основному месту работы. Те, кто согласятся переехать и работать на временно оккупированной территории, спустя пять лет получают миллион рублей. На самом деле довольно скромная цифра, поэтому нету пока, скажем, больших очередей среди людей, готовых переехать на временно оккупированную территорию под риском, соответственно, жизни и своего здоровья ради каких-то эфемерного миллиона рублей. Также обещают решить проблему с жильем. А поскольку в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном никаких новостроек не планируется, то понятно, что это будут квартиры сбежавших от войны граждан. Классическая такая замануха картежников или наперсточников. Ну, действительно, есть люди, которые на это ведутся, которые соглашаются приехать. Мы же прекрасно понимаем, что жилья на временно оккупированной территории нового никто не строит. То есть, передают им в пользование, ну, по сути, отжатое. По информации так называемой Миноборнауки ЛНР, в конкурсном отборе в этом году изъявили желание участвовать более 220 человек. А это, как мы понимаем, немного, ведь никто не хочет переезжать в города, где нет ничего, ведь все уничтожила Россия. Одним из вариантов решения проблемы с отсутствием рабочей силы Кремль видит задействование мигрантов. Но это палка о двух концах, ведь именно они, по данным российской полиции, серьезно криминализируют ситуацию в стране. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыто заявляет, что среди мигрантов, вдумайтесь в эту цифру, на 40% выросло количество преступлений сексуального характера. Получается, пока россиян перемалывают фарш на украинском фронте, дома их женщин насилуют приезжие. Я же правильно понял статистику Бастрыкина. На 40% увеличилось число изнасилований, совершенных мигрантами. На 13% разросло количество тяжких деяний приезжих. Совершено более 3000 преступных деяний в сфере оборота наркотиков. Глава ведомства называет адреса, где произошли наиболее резонансные случаи, вызвавшие волну возмущения в обществе. Здесь и мегаполисы, и промышленные центры по всей стране, и небольшие поселки. У Следственного комитета России на такой вызов есть и достойный ответ. За 4 месяца текущего года на честь здесь увеличилось количество направленных в суд уголовных дел по отношению иностранных граждан. По таким делам в ходе следствия размещено более 600 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество в стоимости 375,5 миллиона рублей. К ответственности привлечены многие российские должностные лица, которые за мзду оформляли липовые справки, свидетельства, патенты для иностранных граждан. А то и способствовали незаконному обретению российского гражданства. В Подмосковье у подъезда собственного дома убили черносотенца и доносчика Антона Яговцева. Заместителя председателя шовинистической организации «Зов народа» зарезал неизвестный. Яговцев стал известен широкой публике как главный стукач РФ. Он написал несколько сотен доносов на российских знаменитостей, которые, по его мнению, были недостаточно патриотичными и не придерживались традиционных ценностей. Также стучал он на представителей ОГБТ-сообщества и был частым гостем федеральных каналов, поддерживая агрессивную войну против Украины. На этот момент у меня все. Но уже за пару часов не пропустите выпуск в тренде. Там будет еще интереснее и познавательнее. Еще больше новостей из Королевства Кривых Зеркал. Дмитрий Рогозин неожиданно наехал на священную корову Путина. Ордер на арест пропагандистов Соловьеву, Мардану, Симоньян и Киселеву приготовиться.